Девушки отдыхают Нейл Перри. Свежие и быстрые. Давайте соберем больше денег для детей. Да, давайте соберем больше денег для детей. В Австралии, когда упоминаешь про итальянскую кухню, все сразу вспоминают про Армандо Перкуокко, который долгое время был шеф-поваром сети ресторанов. Армандо владелец и шеф-повар ресторана Бон Рекордов, Сиднее. Этот чудесный человек занялся ресторанным бизнесом в 14 лет. И с тех пор у него появилось большое количество друзей и высокое признание его чудесного ресторана. Мы с Армандо дружим уже 20 лет, и я решил, что пришла пора навестить его во владениях в долине Хантер, чтобы отведать лучшей итальянской еды. Нейл Перри, Армандо Перкуокко. Добро пожаловать. Мы находимся на прекрасной ферме Армандо. Привет, Нейл, что ты тут делаешь? Старина, я приехал сюда, чтобы попробовать итальянскую еду. Так, что ты собираешься приготовить для нас сегодня? Ну, давай посмотрим, что у нас есть вкусного, свежего и легкого для приготовления. Может быть, свежая моцарелла, моцарелла-баффало, которую можно попробовать везде. Нет, нет, она прямо из Италии. Прекрасно, Старина. Только ты мог достать моцареллу-баффало из Италии. А что случилось с твоей австралийской моцареллой? Нет, нет, подожди секундочку. Нет, подожди, не будем говорить, просто приготовим ее. Никакой болтовни, никакой. В этой части страны моцарелла-баффало нет, только в северных районах. Хочешь поджарить их на гриле? Да, поджарим на гриле зеленый лук с этой стороны, с другой. Вот тут у нас пряный уксус, оливковое масло, базилик и помидоры, нарезанные кубиками. А потом мы берем вот эти помидоры, эти, прямо из сада, прямо. Совсем как в деревне. Красота! Дивно! Великолепно! Взгляни, что ты хочешь? Хочу, чтобы ты пожарил их на гриле, потому что я никогда не обедаю так. Да, никогда не обедаешь так, ты прав. Нужна приправа, оливковое масло, нальем оливковое масло, потом добавим приправы. Хорошо. Ты хочешь пожарить их на гриле, а пока они готовятся, ты собираешься заняться приготовлением своего знаменитого фирменного блюда, пасты. Да. Я попробую. Я надеюсь, для этого я сюда и приехал. Спасибо. Как все красиво. Но здесь все старое. В ресторане красивая новая кухня, а это все осталось от старой кухни. Точно, все это осталось от старой кухни. Какой красивый вид. Все было в хорошем состоянии, честно говоря, поэтому я и приезжаю сюда отдыхать. Ты должен готовить на хорошей бытовой технике. Хорошо, дальше, дальше. Что происходит? Давай. Ты должен собрать, хорошо. Что мы делаем? Так, пока у нас кипит паста, я скажу вам вот что. Когда вы варите пасту, во-первых, необходимо налить побольше воды, много воды, в зависимости от количества пасты. Пусть она сильно закипит, а потом добавьте соли. Это итальянский способ приготовления. Сначала соль. Сначала соль. Потому что рассказывают множество историй. Некоторые итальянцы говорят, что надо класть соль. Некоторые говорят, не надо. Это север и юг. Все зависит от места расположения. Север и юг. Да, думаю, это север и юг. А я родом с юга, а там любят соль. Ты любишь соль, невероятно. Хорошо. А теперь у нас есть прекрасные феттучини. Паста. А сколько времени ее нужно готовить? Минуты четыре, не больше. А как насчет этих чудесных яиц? Вот эти? Они... Вот что, понюхай вот здесь. Превосходные трюфели. Яйца с трюфелями. Сейчас мы это не готовим. Мы просто покупаем трюфели, яйца с трюфелями. Я все еще спорю с этим парнем. Я спрашиваю уже сотый раз. Армандо, он не раскроет секрет яиц. Трюфели меняют, он ни за что не раскроет мне секрет. Так что, к несчастью, мне придется... Приходится понимать, что есть в жизни то, что ты не должен знать. Хорошо, мы знаем, это вкусно. Это вкусно, правда. Дальше. Следующим, чем мы займемся, пока наша паста загибает, думаю... Возьму тарелку. Я положу моцареллу на тарелку. Я тебе не мешаю? Нет, совсем. Действуй, действуй. У нас готова прекрасная моцарелла. Это потрясающе. Качество бесподобно. Просто поразительно, да? И, конечно, все уже готово, как видишь. Чувствуешь запах? Чувствуешь запах готовых овощей? Да, уже готово, чудесно. Правда, красиво? Это придает завершенность. Отчистим подгоревшую кожицу на овощах. Оставь. Мы поджариваем стручковый перец специально для того, чтобы снять кожицу. Снимаем кожицу. Снимаем. Так, это барбекю. И тут не надо снимать кожицу. Чудесно вкусно, это аромат кожицы. Он просто вбирает в себя аромат всего. То же самое и зеленым луком. Я полагаю, можно использовать испанский лук по желанию. Это не принципиально. Ну, конечно, может быть, немного перца чили. Чудесно. Если среди вас есть люди, которые и правда любят чили, то можете добавить его. Невероятно. И базилик. Ты вырастил его в саду? Да, он тоже из сада. Замечательно. Знаешь, самое лучшее, что есть в жизни за городом, это то, что ты можешь выйти из дома и на самом деле увидеть, откуда берется еда. Прямо из сада. Я люблю выращивать растения. Так я лучше понимаю все процессы. Ты уже близок к этому. Все совсем не так. Ты ближе к готовому продукту. Не болтай, начинай готовить. Украшать. Немного ароматного уксуса. Нерафинированного оливкового масла. И снова мы берем трех, четырех, пятилетний ароматный, тридцатилетний ароматный уксус. Тридцатилетний. Почти такой же, как ты. Не совсем, не совсем. Вот так выглядит чудесно. А теперь ты должен меня простить. Но когда я готовлю блюдо, я люблю использовать мою лучшую в свои руки. Посуду. Похоже, это пальцы. Ими лучше всего ощущать, и легче всего их отмыть. Точно. Просто восхитительно. Так просто. Спасибо, Нейл. Все здорово. Тут есть все. Цвет, текстура, необыкновенный аромат. Красный стручковый перец, лук-батун, базилик, свежая моцарелла, бальзамический уксус, оливковое масло, нарезанные помидоры. Это блюдо может приготовить любой. Моцарелла – итальянский свежий сыр, который традиционно делают из буйволинового молока, но чаще из коровьего. Я представляю четвертое поколение. Мой сын будет уже пятым поколением. Все мои дяди занимаются ресторанным бизнесом. С обеих сторон. Здесь никуда не делишься. Мы приехали в Австралию с моим отцом для того, чтобы управлять рестораном. Думаю, сегодня мы должны гордиться тем, что многие народы приезжают сюда, чтобы заниматься ресторанным бизнесом. И теперь мы можем показать всем шеф-поварам в Европе, какой у нас здесь есть милый итальянский ресторан. В этой стране огромное количество итальянских ресторанов, которые отличаются от ресторанов в Италии. Здесь нет холестерина. Я хотел сказать, что это блюдо не для трусов. Без холестерина. Низкий холестерин. Да, люди, следящие за своим весом, одобрили его много лет назад. Дело в жизненном равновесии. Да, в совершенно равновесии. Мы говорим о средиземноморских диетических продуктах. Они пришли из большей части юга и севера Италии. Так что вы должны понять, что это блюдо можно есть один раз в полгода. На праздник. Да, его не едят слишком часто, но вот это блюдо можно есть каждый день. Да, помидоры и паста. Вы едите это каждый день. Нет никакой разницы. С простым оливковым маслом, чесноком, в ней нет ничего особенного. Ничего. Так, паста готова. Хорошо. Секунду. Положим ее сюда. Или ты хочешь положить ее прямо на сковородку? Прямо. Ну, не мешай мне. Мастер готовит. Вот так. Здорово. Спасибо. Спасибо. А теперь, если хотите, можете приготовить немного свежих фетучини. Да, если хотите, можете приготовить фетучини, сделайте мне одолжение на этой передаче. Если вы хотите сами приготовить фетучини, возьмите 100 граммов муки и одно лицо. Да, одно. Удивительно. Немного соли. И больше ничего. Красота. Больше ничего. Паста готова. Ну, еще сыр пармезан. Мы уже не раз о нем упоминали. Это очень питательное блюдо. Я король сырого в Италии. Вы не сможете жить без него. Вы не можете жить без сыра пармезана. И спасибо World Start. А то бы нам пришлось жить без него. Спасибо тебе, Господи, за это. И позвольте мне сказать, никто, никто в мире не умеет делать сыр пармезан. Это уж точно, как бы мы ни старались. Все. Очень просто. И очень красиво. Еще немного сливочного масла. На сковородку. Яйцо. Так. Поехали. Спасибо, Нейл. Я даже не смел мечтать о том, что однажды ты станешь моим помощником. Это чудесно. Я твой вечный помощник. Ни за что. Никогда. Ты король итальянской кухни. Посмотри на это прекрасное блюдо. Сейчас оно считается в твоем ресторане фирменным. У тебя много чудесных блюд. Но за это люди готовы пойти на все. Да, к сожалению. Я говорю сейчас к сожалению, потому что тебе надоело его готовить. Точно. Иногда ты входишь в ресторанный бизнес, потому что хочешь готовить разнообразную еду. Но иногда клиенты говорят, что у нас нет системы. Что мы не можем понять друг друга. Это блюдо такое богатое. Мне всегда нравится приходить туда с Сэмом и съедать для начала по половине порции. Это просто неповторимо. Думаю, что половина как раз то, что надо. Тут много поста. Я всегда советую не есть ее целиком одному человеку. Да, она очень жирная. Но это же невозможно. Она жирная. Надо есть ее вдвоем. Только Тесс смогла бы съесть твой кусок говядины и потом еще взять. Но это уже другая история. Да, другая. Невероятно. Вы хотите, чтобы желток оставался красивым и мягким? Да, не надо его переваривать, потому что надо его смешать. У этого яйца очень сильный запах. Да. Он и правда присутствует. Невообразимый. В нашем ресторане его ощущает клиент и официант. Да, так и есть. Официант занимается тем, что кладет немного перца, потому что клиент сыр даст. И снова холестерин. Ты посмотри. Низкий уровень холестерина. Много-много сыра. Знаешь, вот этот сыр с низкой жирностью. Хороший твердый сыр. Просто фантастика. Хороший твердый сыр. Прекрасно. Это не один из сыров с 55% жирности. А официант у вас так хорошо работает. Ну, превосходно. Вот так все и делается. Ты обязательно должен взглянуть. У тебя есть яйцо. Ты его режешь. Режешь аккуратно, чтобы не испортить пасту и свою смесь. Перемешиваем. Как видите, я готов. Я во всеоружии. Я знаю, как готовить блюдо. Я знаю, знаю. А вы знаете, что те блюда, которые не очень аппетитно выглядят, обычно очень хороши на вкус. Так вкусно. Чудесно. Вот так, Нейл. Пожалуйста, попробуй. Армандо, спасибо за то, что приготовил для нас такое замечательное блюдо. Оно чудесное. Ты показал нам, как все просто. Но все здесь связано с первоклассной продукцией. Точно. Все деловое. Что ты думаешь, Нейл? Я на самом деле спрашиваю. Это сродни оргазму. Да, оргазму. Я только что хотел сказать то же самое. Я рад, что ты можешь сказать эти слова по телевидению. Ну и прекрасно. Мы и говорим. Спасибо за то, что показал нам, как все просто готовится. Спасибо, Нейл. Я буду готовить филе цыпленка в сыре пармезан с хрустящей корочкой и стучковым барахом. Теперь моя очередь. Так что, Армандо, я собираюсь приготовить цыпленка. Свежее и быстрое. Свежее и быстрое. Свежее и быстрое. Нейл, Перри, свежее и быстрое. Меня вдохновила Италия. Меня вдохновил ты. Да, 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 да. Именно так. Запьем яйца. Знаешь, я всегда добавляю панировочные сухари, немного пармезана. Обмазываю этим цыпленкой и добавляю жареного гороха. Очень просто. Так что приступим. Оливковое масло. Надо хорошо нагреть сковородку. Кусочек сливочного масла. Я хочу продолжить нашу традицию готовить жирные блюда. Без холестерина. С низким уровнем. Север Италии сливочное и оливковое масло. На юге Италии больше оливкового масла. Да, там только оно и есть. Немного анчоусов для придания пикантности. Красота. Небольшую щепотку соли. Теперь пусть анчоусы потомятся в масле. И вы увидите просто чудо. Масло становится золотым. Добавляем горох. Горох. Ведь вы их, правда, можете передать суть Северной Италии с маслом и анчоусами. Конечно. Точно. Обычно это блюдо подают со свежевыжатым соком. Я обваляю их. Прямо сейчас я добавлю немного воды. И поставлю их вот сюда. И оставлю томиться на 10-15 минут. Надеюсь, они станут мягче. Но тут никогда не угадаешь. Для меня большая честь быть твоим помощником. Горох нам понадобится потом. Я только что взял филе цыпленка. Слегка отбил его. А теперь для нашего первоклассного цыпленка нам нужна хорошая мука. Да, тогда у вас не будет рака. Нет никакого смысла готовить простую еду, если результат себя не оправдывает, потому что она получается невкусная. Про муку все. Я только ее высплю сюда. Потом слегка обваляем в муке нашей отбивной. Если слой муки толстый, то они не прожарятся в середине, а по краям подгорят. Мне не нужно вам это объяснить. Нет, нет. Рассказывайте. Каждый день узнаешь что-то новое. Мы так работаем на кухне. Да, да. Каждый день мы учимся. Я не думаю, что в мире есть хотя бы один шеф-повар, который бы сказал, что он уже все знает. Чем больше ты узнаешь, тем сильнее ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Ничего не знаешь. Все очень просто. Разбиваем яйцо. Хочешь кусочек пармезана? Я люблю пармезан. Тебе сделать? Да, пожалуйста. Ты замечательный. Ты так хорошо для меня все сделал. Так, еще. Побольше, побольше. Спасибо. Пожалуйста. А теперь мне просто придется подождать, пока горох не будет готов. А пока он готовится, я расскажу вам немного об оливковом масле. Позади нас растет примерно две тысячи оливковых деревьев. А правильно, оливы или холивы? Оливы, оливы. Да, оливы. Примерно две тысячи оливковых деревьев. И что у меня здесь есть? Я выбираю три тосканские разновидности. Личина, пендулина и короджо. Некоторые называют его фронтуо. А мы в Австралии все еще спорим, как же его назвать. Но это точно дерево тосканской разновидности. Сейчас их и расшаю. Точно. Их и расшаю, то у тебя готовится вкусная и пикантная еда. Рассказывает Гемма Перкоока. Мы никогда здесь раньше не были. Мы приезжали в нескольких километрах и увидели оливковые деревья, как нам показалось. Тогда мы вернулись назад и подумали, возьмем-ка мы парочку оливковых деревьев. А потом мы решили взять еще. Мы сказали, что это место само совершенство. Поэтому мы обосновались в этом месте. И тогда мы вернулись через пару месяцев и поняли, что это были не оливковые, а камедные деревья. Все казалось серо-серебряным от кустарника, который люди выращивали в оранжереях. Мы были уверены, что это оливки. Да, но это оказалось не так. Они хороши для массажа. Верю. А потом их можно есть. Превосходный. Я дам тебе рецепт. А можно мне масло? Если ты положишь немного базилика и оливкового масла, оставишь все на 24 часа и попросишь твою любимую сделать тебе массаж, то можно съесть и масло тоже. Можно будет есть и масло тоже. Но надо это вырезать из программы. Кулинарная страсть, любовь – это страсть, любовь – это страсть. Женщина – еда. Вот это смесь. Но не переборщите. К несчастью, я уже столько раз попадал в беду. Хорошо. Вот мои куриные грудки. Надо приготовить их все одновременно. Здесь хватит на двоих. У меня прекрасный и большой цыпленок. Если говорить о равновесии, не нужно есть много мяса. Да, вообще не надо ничего переедать. Но если вы едите действительно хорошо сбалансированную пищу всю неделю, вы не поправитесь. У вас не будет повышенного холестерина. Вы иногда видите людей в Италии, которые много едят, но они едят сбалансированную пищу. Там вы не увидите такого ожирения, как в Америке. Почему? Да потому что нет фастфуда. Да, конечно. Такого фастфуда нет. Мы не едим ничего жирного. И знаете, у них очень много несвежих ингредиентов. Хорошо, я только что обвалял все в муке. Замечательно. Я хорошо раскалил сковородку. Масло почти кипит. Обваляем цыпленка получше. Вот так. Я хочу, чтобы панировочная смесь распределилась равномерно. Получится отличная корочка. Вот так. И снова, если у меня как следует растопилось сливочное масло, ничего не прилипнет. Вот, яйцо растекается по сковородке. Будешь? Спасибо. Пожалуйста. Ты замечательный ученик. Стараюсь. А сейчас мы хотим вот что сделать. Надо убедиться, что плита у нас работает на средней мощности. А то яйцо подгорит. Яйцо точно подгорит. Так. Теперь вот что. Думаю, ты делал это в ресторане с телятиной. Да, это будет великолепно. Рыба будет замечательной. Например, в солнечник или люциан. Прекрасно. Немного хорошего люциана. Но яйцо совсем по вкусу не похоже на яйцо. Почему-то оно очень напоминает пармезан. У меня такое ощущение, что я здесь становлюсь похожим на итальянца, учитывая то, как я готовлю. Ничего страшного. Поехали. Начнем добавлять цвета. Я пытаюсь быть австралийцем, а ты стараешься быть итальянцем. Что ты об этом думаешь? Думают, хорошо. Лучше, чем мы бы представляли себя теми, кем мы на самом деле не являемся. Я замечаю в ресторане, что люди приходят туда иногда уставшие и злые, но когда они вкусно едят, они расслабляются. Так и есть. Они полностью расслабляются. Добавим немного цвета. Выглядит красиво. Теперь я прожарю цыпленка пять минут на другой стороне. Не испортит и дам ему немного полежать. Как раз будет готов горох. С мясом то же самое. Я о том, что ты готовишь такое же в ресторане, жаришь его на таком же огне, а потом оставляешь его немного полежать, а сам отдыхаешь. Так и есть. Внутри расслабляются все нервы, и все такое становится просто замечательно. Красота. Только посмотри на этот цвет. Похоже, я приготовил лавлет, да? Точно. Хорошо. Пусть немножко полежит здесь. Одно из моих любимых блюд в твоем ресторане это горох с пастой. Паста пиццелли. Паста пиццелли. Вот настоящая еда. И этим все сказано. Невероятно. Так же, как и ты, и многие наши клиенты, я очень люблю ее. У меня есть все. Вкусный дымящийся бекон. Это чудесно. Спасибо. Ты разрекламировал мой бекон. В этом блюде, да и во многих других, это самое главное. Ведь бекон – это великий продукт. Прекрасно. Тот, кто может достать его в Австралии, пожалуйста, сделайте это, потому что он на самом деле очень обычный. Он создает блюда, правда? Необычный. Помню, однажды вечером я ел в твоем ресторане и решил его попробовать. Это было невероятно. Ты, конечно, можешь это сделать, если положишь его на специальную бумагу. Ну, это часть соуса. Нет, это часть соуса. Я думаю, не стоит. Тут одно подгоревшее масло. Само совершенство. Все, что вам надо – это нож. Или просто разрежьте кусочек лимона и положите его сбоку. Вдруг кто-то любит лимон. Немного перца. Перец. Проще простого. Смотрите, если бы это было твое оливковое масло, то мы бы не пожалели и налили побольше. Это все, что вам нужно. Что думаешь? Боже, какая красота. Все просто, ведь так? Изысканно. Фантастика. Ты умеешь оценить по достоинству? Говорю тебе, ведь мастер это приготовил. Масло, анчоусы, горох, вода, куриное филе, яйцо, пармезан, мука, лимон, соль и перец, оливковое масло. Жители Австралии потребляют больше оливкового масла на душу населения, чем любая другая нация Средиземноморья. Реджан – это самый вкусный пармезан. Мне так было весело на ферме с Армандо, что я продлил съемки фильма на несколько дополнительных эпизодов, которые вы увидите в новых сериях. Так что говорю вам всем аривидерчи. Ваше здоровье. Хорошего аппетита. Ведущий Нейл Перри, композитор Энди Сидарри, режиссер и продюсер Майкл Робинсон. Фильм озвучен по заказу ЗАО. Первый канал. Всемирная сеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова